МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что необходимо учитывать при поиске зарубежной работы? Как найти наиболее оптимальный вариант и как не попасть на уловки мошенников? Об этом мы не только говорим в ближайшие 15 минут. В нашей студии президент Всеукраинской ассоциации Компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Я предлагаю начать с того, что почти 40% наших соотечественников хотели бы работать за рубежом. Насколько их желания совпадают с их возможностями? То есть понятное дело, что эта цифра явно завышена, и на практике работают за рубежом далеко не все из тех, кто хочет это делать. Вы абсолютно правильно отметили, что из 41% граждан, которые изъявили желание работать за рубежом, реально выйдет где-то половина. Но все равно это колоссальные цифры, это огромный объем. И мы должны все понимать, что желания не всегда совпадают даже не с возможностями, а с действительной мотивацией людей хотя бы просто сделать загранпаспорт для того, чтобы выехать на работу за границу. А что толкает их вообще выезжать, кроме материального фактора? Опять же, опираясь на социологию, потому что это единственный источник наших знаний, мы говорим о том, что 51% людей, которые хотят выехать за границу, это люди, которые хотят выехать в поиске более лучших условий жизни. 42% хотят выехать с тем, чтобы найти лучшее будущее для своих детей. И всего лишь 33% из тех людей, которые заявляют, что они хотят выехать на работу за границу, они действительно выезжают с тем, чтобы там работать. А по поводу мотивации, вот вы говорите, что при желании все равно даже далеко не каждый готов идти и делать себе загранпаспорт. Это особенности нашего менталитета, либо что-то еще, как это вообще можно объяснить? Я думаю, что в большинстве своем это свойственно не только украинцам, это свойственно абсолютно любой нации, любому народу. Люди-патерналисты, они хотят, чтобы кто-то за них что-то решил, и когда где-то возникает отдаленная возможность что-то изменить в собственной жизни, они видят, да, вот можно выехать на работу за границу. Естественно, они начинают где-то это фантазировать, они думают, но фантазии не всегда становятся реальностью. Такой средний портрет человека, который хочет работать за рубежом. Можете его нарисовать? Конечно. Опять-таки, исходя из результатов соцопросов? Да, опять же, опираясь на данные наших соцопросов, 63% людей, которые хотят выехать на работу за границу, это люди в возрасте от 18 до 35 лет. То есть молодежь? Это молодежь, это социально активная группа людей, это те, кто действительно, я их даже могу назвать, будущее этой страны. Потом, возможно, мы вернемся к этому еще отдельно, расширим. Второе, это люди, 51% людей, которые имеют высшее образование. И примерно 50% это люди, которые называются обеспеченными и малообеспеченными. Опять же, повторюсь, это социально активные люди, это люди, которые могли бы здесь реализоваться. Я уверен, со временем ситуация в стране изменится, они смогут вернуться, и они смогут здесь реализовать свои возможности, свои умения и свои знания. Мы не так давно общались по аналогичной теме с главой социологической группы «Рейтинг» Алексеем Антиповичем, который, собственно, и проводил данное исследование. И вот на мой вопрос по поводу того, что 40% украинцев хотели бы работать за рубежом, и многие выезжают, он сказал, что ничего, мол, страшного, это мировая тенденция, и переживать надо будет тогда, когда люди захотят оставаться за границей и не захотят возвращаться. На ваш взгляд, насколько вообще это угрожающая тенденция, что действительно много людей, преимущественно молодого возраста, не видят своего будущего в Украине? Вопрос очень интересен, вопрос, над которым я сам очень часто задумываюсь, что же происходит. Тенденция свойственна глобальной миграции, она свойственна не только Украине. Польша, у которой валовый внутренний продукт составляет порядка 540 миллиардов, а на Украине 90, то есть у них ВВП выше в разы, тем не менее у них та же самая проблема. Молодежь от 18 до 35 лет старается выехать в Европу, они хотят увидеть, они хотят там поработать, и я думаю, что аналогичная ситуация будет и у нас. Люди выезжают, люди приобретают опыт работы в европейском сообществе, люди приобретают и привносят сюда, как я это называю, два вида инвестиций. Первый вид инвестиций – это денежные средства. Да, мы это понимаем. С 2011 по 2015 год общая сумма денег, которая поступила на Украину от зарабичан, составляет порядка 35 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма, это треть нашего ВВП. Причем это не кредит, его не нужно возвращать, эти деньги остаются здесь, в стране. И это больше, чем Украина привлекает в виде прямых иностранных инвестиций. Мы чуть позже об этом еще поговорим. Да, а другие инвестиции, помимо денежных, это что? А второй вид инвестиций, я думаю, что это правильное понимание европейского образа жизни. Это не гедонизм, как его зачастую преподают у нас, это не жизнь в свое удовольствие, это в первую очередь труд, тяжелый труд. И я могу привести такой пример, что если рабочий день 8 часов, то перерыва там всего лишь 20 минут, когда вы можете выпить чашечку кофе. А не делать это раз в час или раз в полчаса, как существует у нас происходит в нашей, скажем так, стране. Люди, на мой взгляд, привнесут вот эту вторую нематериальную инвестицию в понимание современного общества, современного мира, который в первую очередь базируется, опять же повторюсь, на труде. То вы уже стали говорить об особенностях работы за рубежом, также об этом планировала с вами пообщаться. А теперь по поводу того, что вот вы говорите, в Польше такая же тенденция, люди выезжают, ну и не только в Польше, в Прибалтике и так далее. Молодые люди преимущественно. Но одним из наиболее популярных направлений для украинцев, для работы за рубежом, как раз является та же Польша. То есть можно спрогнозировать, что поляки в поисках лучшей жизни едут в Великобританию, там другие страны, а соответственно их места там занимают украинцы, в Польше я имею в виду, да? А может быть лучше сразу ехать в другие страны? Или наших там не берут? Вы знаете, вопрос опять очень интересный в том, что вы правильно сразу подметили тенденцию. Да, действительно, украинцы заезжают в Польшу, замещая выехавших поляков. Это первый момент. Второй момент, достаточно серьезный. 16 ноября в Польше было принято решение о снижении пенсионного возраста. Он был одинаковый для мужчин и для женщин, составлял 67 лет. Теперь же пенсионный возраст для женщин 60 лет, а для мужчин 65. Только лишь до конца 2020 года на пенсию идет около 1 миллиона поляков. Им нужно кем-то заменять выбывшую свою рабочую силу. Теперь по поводу того, что они последуют ли за поляками, не поехать ли дальше. Европа – это устоявшееся сообщество государств, которое вырабатывает свою внутреннюю миграционную политику. И эта политика достаточно проста. Замещение происходит по квотам, которые выделяет Евросоюз. И если для поляков в действительности созданы были изначально условия по облегчению доступа на рынок трудоустройства той же самой Англии, у украинцев, скажем так, существуют достаточно большие проблемы. Поэтому, на мой взгляд, единственной сейчас страной, которая действительно готова принимать огромные объемы людей, является Польша. Да, Польша для нас является воротами в Европу. Кроме Польши, какие еще страны пользуются популярностью? Украинцы с удовольствием бы поехали и в Германию, и в Англию, где уровень жизни и заработных плат намного выше, чем в той же самой Польше. Они бы с удовольствием поехали в страны Скандинавии. Но там места заняты уже поляками. Это первое. Второй момент. Если также продолжать говорить о странах, по уровню жизни примерно такие же, как Польша. Это Чехия, это Венгрия, это та же самая Прибалтика. Но потребность там, в людях, намного меньше. В Польше потребность в рабочих руках достигает 5 миллионов человек до 2050 года. Только лишь позиция по одним айтишникам до 2020 года в 800 тысяч человек. Можете себе представить объемы, которые поглощает это государство. Соответственно, и польское государство идет навстречу украинцам, облегчая им возможности въезда в эту страну. Почему Вы ничего не говорите о Российской Федерации? Потому что мы тут уже с Вами упоминали 35 миллиардов долларов в виде переводов за рубежа. И львиная доля все-таки переводов за рубежа идет из Российской Федерации. Согласитесь с этим? Знаете, проблемы статистики. Это проблема та, что нам дают средств на какую-то конкретную дату. Но не учитывают временных промежутков. И не учитывают того, как меняется и развивается та либо иная ситуация. Россия, да, действительно до 2013-2014 годов это был преимущественный рынок, куда выезжали наши люди. После известных событий 2014 года, после того, что все-таки санкции против России действуют, после того, как у них реально наметился спад в экономике, когда в действительности с 2017 года они начинают реально сокращать свою бюджетную сферу по оплате, понимаете, меньше становится вот эта вот краюшка, которой бы они могли поделиться. И если до периода 2013-2014 годов порядка 30-40% украинцев ехало в Россию, теперь эти цифры развернулись, и теперь действительно в Польшу заезжает порядка тех же самых 30-40% трудовых мигрантов. Хорошо, идем дальше. И еще раз повторю, что за последние пять лет украинцы, работающие за рубежом, перечислили на родину около 35 миллиардов долларов. Такие данные озвучивают в Национальном банке. И это гораздо больше, чем удается привлечь в виде иностранных инвестиций. Подробности – далее в видеосюжете. Близько 40% украинцев, за данными социологов, плануют працювати за межами края. Та лише 30% всерьез розглядают можливість залишитися там назавжди. Люди полишают края на середньому на термін від року до пяти. Аби підзаробити гроші, готові навіть кардинально змінювати професію. Третина украинців говорять, що вони би хотіли працювати за вже набутою спеціальністю, не змінюючи себе. Але є і кожен п'ятий, 21% опитаних, які говорять про те, що вони готові перекваліфіковуватися, змінювати свою спеціальність, для того, щоб бути затребованим в нових умовах за кордоном. Ну і насправді не дуже добрий показник. Майже 40% говорить про те, що вони хочуть знайти будь-яку роботу, незалежно від спеціальності. Лише за останні п'ять років загальна сума грошових переказів до України від громадян, які працюють за межами країни, склала 35 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднили у Національному банку. Фахівці кажуть, наразі саме це основне джерело поповнення державної скарбниці. Втрачати ці гроші, тим паче, в такій непростій економічної ситуації ніяк не можна, упевнені фахівці. Кажуть, тим, хто заробляє гроші в інших країнах, треба допомагати. Наприклад, як убезпечити себе з юридичної точки зору, як правильно шукати роботодавця тощо. Не знають люди, що потрібно, щоб виїхати за кордон як цивілізований нормальний працівник. Дуже часто самі порушують ці всі вимоги, потім стикаються з великими розчаруваннями. Ми маємо вчити зараз українців, якими бути і як виглядати там за кордоном. Трудовий туризм – цілком звичайна справа для будь-якої країни, говорять фахівці. У непрості економічні часи країни дають можливість заробити населенню одна одній. Наприклад, торік сусідня Польща видала іноземним резидентам більше 720 тисяч дозволів на працевлаштування, з яких понад 90% припадають на українських громадян. Я согласен с Вашими словами и словами Николая Бровченко. Люди, к сожалению, не знают, либо не осознают важность выбора партнеров, которые будут их трудоустраивать на работу за границу. Маленький такой нюанс. Если даже по нашему социологическому исследованию 90% людей знают, что необходимо заключать договор с посредником на оказание услуг по трудоустройству за границей, всего лишь 40% понимают и не просто осознают, они говорят, что они это будут делать, они будут требовать подтверждающий документ об оплате этих услуг. То есть подписать договор, то они знают, что нужно подписать, а то, что нужно иметь приходный ордер за оказанные услуги, к сожалению, не все. И, соответственно, договор становится юридически ничтожным, когда человек впоследствии обращается даже в тот же самый суд. Люди не знают прописных истин, что им нужно делать. Так, а особенности работы за рубежом? Помимо того, что при 8-часовом рабочем дне перерыв составляет 20 минут, что еще необходимо знать, для того, чтобы все-таки люди не рисовали какую-то красивую сказочку, а понимали, что на самом деле не все так однозначно? Люди должны понимать, что заехав на работу за границу, они не должны попадать под очарование того, что если ты заехал на Запад, то сразу все будет нормально, ты будешь работать в идеальных условиях, тебя никто не обманет, тебе вовремя выдадут зарплату и так далее. Каждый должен понимать, что люди примерно одинаковы в любой стране мира. Только у кого-то выражено это более ярко, у кого-то менее. Обязательно заключение трудового договора. Обязательно иметь под рукой телефон консульской службы Министерства иностранных дел. Обязательно оставлять контакты свои, куда он выезжает, родным либо близким. Правило, которым я рекомендую пользоваться абсолютно всем. Побеспокойся о себе сам. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да, совершенно верно. Приходит такая фраза, но благодарна вам за участие в программе. По результатам социологических опросов, около 40% соотечественников хотели бы работать за пределами нашей страны. И почти треть не намерены возвращаться на родину. Об особенностях работы за рубежом мы говорили с президентом Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василием Воскобойником. Далее у нас будут новые гости и новые темы. Увидимся на телеканале Первый деловой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин